Причины, почему это происходит? Применяют эти жалобы то, что в каждой жалобе указывается основание применения каратной психиатрии как коррупция, уже неоднократно. Это использование каратной психиатрии с целью завладения чужим имуществом. От общего количества жалоб это 13%. И вот дело, как раз Татьяна Антонюк, она к нам обратилась недавно, она как раз в своей жалобе указывает на то, что в отношении нее была применена каратная психиатрия. И, собственно говоря, инициатором этой каратной психиатрии был супруг. Она подробно об этом расскажет. Использование каратной психиатрии в социально-бытовых целях, это примерно 10% от общего числа жалоб на каратную психиатрию. Целью в данном случае может быть любая личная заинтересованность, такая социально-бытовая, то бишь месть, ревность и так далее. Чаще всего основными участниками данной схемы являются родственники. Как правило, конфликты возникают между родителями и детьми, когда дети, не желая ухаживать за престарелыми родителями, желая завладеть их имуществом, помещают в последних психиатрические лечебницы и признают недееспособными. Часты случаи, когда в неполных целях, в неполных семьях, целью устройства личной жизни, родители используют каратную психиатрию в отношении своих детей, чьё присутствие для таких родителей нежелательно. Следующей схемой применения каратной психиатрии стало использование каратной психиатрии как механизма борьбы с инакомыслием. Это 16,6% от общего числа жалоб на каратную психиатрию. Коррупционная составляющая в таких делах является то, что политики, обладая властью, используют свои служебные полномочия в своих корыстных целях, используя бюджетные средства, устраняют политических конкурентов и людей, которые, по их мнению, представляют угрозу для власти. Негативной тенденцией психиатрии явилась каратная психиатрия и притеснение сексуальных меньшинств. Это количество жалоб составило 6,6%. Каратная психиатрия и фармацевтические компании от общего количества жалоб на каратную психиатрию они здесь составляют как раз 37,2%. Психиатры назначают медикаментозное лечение пациентам, в том числе и неразрешенными препаратами в России. Многие фармацевтические компании использовали высокий уровень коррупции в медицинских учреждениях и стали активно использовать коррупцию для распространения такого рода медикаментов. Еще выявлена нами схема, это седьмая схема, это использование каратной психиатрии как формы давления и шантажа. Такое количество жалоб составляет 10% от общего количества жалоб на каратную психиатрию. Особенностью данной схемы является то, что человек подвергается принудой психиатрической экспертизе с целью запугивания, добиться определенных действий, соответственно, от него, либо определенных показаний. Муж тазвекром оказывали очень сильное давление на врачей, которые назначали мне лечение. И после очередного скандала с врачами в 85-й больнице, они меня забрали из клиники и заставили лечиться опять у их знакомого врача, Сыраевна Ольга Феликсовна. Она незаконно стала выписывать психотропные препараты, отдавала рецепты моей свекрови, которую покупала эти лекарства. Поняв, что творится что-то неладное, я решила уехать в Калугу к своим родителям. Там проконсультировалась я у врачей в городе Калуге. Они пояснили, что психологическое состояние послеродовой депрессии вызвано как раз постоянным стрессом в этой семье, так как в этой семье Антонников постоянно психотронирующая ситуация. Была мне назначена судебно-псиатрическая экспертиза в городе Брянске, на которую я явилась. При назначении проведения были допущены ряд нарушений. Сделали ничем не обоснованный вывод, что я могу представлять опасность, что выявлено у меня расстройство, может представлять опасность для моего ребенка. 17 мая 2010 года в городе Калуге около детской поликлиники, когда я выходила с своей дочерью из детской поликлиники, мой муж в компании крепких молодых людей, их несколько человек было, напал на меня и на дочь. Пытался насильно забрать дочь Машу из моих рук. При этом в течение 15 минут он вырывал просто силой дочь из моих рук. И детским психотерапевтом моей дочери после нападения моего бывшего мужа рекомендовано вообще исключить общение с посторонними людьми, так она теперь боится вообще посторонних людей, то есть минимум на 3 месяца и рекомендовано находиться с матерью в прежней обстановке. Да, я как раз хотела пояснить, что как только решение суда вступило в законную силу, решение суда неисполненная дочка проживает со мной, потому что она отца фактически боится, не знает для нее это посторонний человек. И он подал тут же в мировой суд города Брянска заявление о взыскании с меня алиментов на двух детей. То есть в то время, пока я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, осуществляю я по уходу за дочерью. Дочь постоянно проживает со мной, я несу все о ней расходы. Тем не менее решение суда уже вступило в законную силу, вот я при этих условиях еще выплачиваю алименты своему бывшему мужу. Мой бывший муж Антанюш Сергею Владимирович, он подключает все свои связи и связи своего отца, чтобы отобрать у меня детей, как раз вот используя вот как раз вот психиатрию в таких вот карыстных целях. Потому что по сути психиатрия является вторым, кроме судебной системы, способом лишить человека права на свободу передвижения, на собственность, на право, осуществлять традиции права. То есть заключение врача в данном случае имеет юридическую силу, и даже когда оно вырвано из контекста, и когда оно, скажем, не содержит заключение о том, что есть недееспособность, все равно можно потрясать вот этим вот заключением и говорить, что на основании того, что мать якобы представляет опасность для своих детей, мы, значит, лишим ее ребенка, лишим ее родительских прав, лишим ее права видеться с ребенком и так далее. И вот самая большая проблема здесь в контексте психиатрии в том, что вот эти вот заключения, они, во-первых, не могут, нет эффективных механизмов их проверить, проконтролировать, потому что для этого требуются и необходимые экспертизы, и отсутствующие в психиатрии, ну, присутствующие, скажем, в юридической сфере презумпции невиновности, потому что нет презумпции нормальности, и человек, получив вот такое вот заключение, ничего не может с ним сделать. Историй таких достаточно много в самых разных областях, когда если человеку пишут заключение о том, что он психически ненормальный, потому что у него есть какие-то расстройства, а, как правило, это с ним остается, не может ничего сделать. Иногда от этого, может быть, бывает польза, но очень редко, а, как правило, это очень тяжелый груз.